Друзья, всем привет, с возвращением и добро пожаловать на канал DDPlayers813. С вами сегодня Данил и моя жена. Даша. И вот представляете, вот только казалось бы, вчера мы выложили видео, в котором мы рассказывали, что ждем от второго сезона Call of Duty Black Ops Cold War. И вот сегодня, пожалуйста, уже геймплейный трейлер, где более-менее все нам объясняется, что нас ждет. Итак, ну, как мы сказали, отсутствие Мэйсона расстраивает, но мы получаем, как мы поняли, четырех новых оперативников. Так, их зовут, получается, Максис. Да, та самая Максис, которая у нас из карты Avant Post Z. Кстати, мы ее прошли. Поздравьте нас обоих. Ну, соответственно, Нага, который был представлен в трейлере, а также будут оперативники Ривас и Волк. Так, судя по всему, как мы понимаем, что Ривас и Волк, они будут у нас бесплатными оперативниками, а, как я понял, Нагу и Максис нам придется приобретать отдельно. Все возможно. Это вот как Бульдозер и вот эта Зейна у НАТО. Их тоже приходилось приобретать. А, ну погоди, еще и Шва приходилось этот приобретать в боевом пропуске. Ну да. У нас появятся три новые карты. Шесть на шесть Апокалипсис. Вот, скорее всего, как раз будет та карта в джунглях, в Лаосе. Далее у нас появится новая карта, которая называется Голова. Это, очевидно, для режима Грязная Бомба. Только почему Голова? Непонятно. Да не, все понятно. Была же до этого карта Рука. Карта на Урале называлась Рука. Да, если ты не обращал внимания. Нет. Вот, Рука. А вот теперь появляется Голова. Посмотрим, что будет дальше. Потом будет нога. Не знаю. А потом еще что-то. Кое-что, о чем нельзя говорить. Кое-что, о чем, не знаю, о чем там нельзя говорить. Но можно говорить о том, что на Урале у нас будет режим нашествия зомби. Где нам придется стреливать зомби, имея при этом транспорт. Короче говоря, такой полуоткрытый мир. Где мы с командой еще трех человек крошим зомби. По-моему, это прикольно. Там еще, помнишь, в трейлере мы увидели некого робо-зомби. Не в смысле, что группа робо-зомби, а этот зомби в костюме... Робота. Да-да-да. Дичь, но интересно, скорее всего. Появятся у нас новые виды вооружения. Это автомат новый. Очень похоже на Галил. Разумеется, как мы и предсказывали, нам выдают арбалет. А пулемет с вращающимся барабаном выдают в серии очков. Он будет называться машина смерти. Также мы получаем из холодного оружия саперную лопатку, мачете и новую снайперскую винтовку. Я только не понимаю, что можно сделать саперной лопаткой. Зарубить насмерть. Если саперные лопатки хорошенько затачивают, там ох, какое офигенное оружие. Там из-за меня хорошенько замахнуться, можно неплохо так в голову его носить. Это я тебе говорю, кстати, реально, саперные лопатки капец как затачивают. Серьезно? Серьезно, говорю тебе, свой реальный военный опыт. Понятно. Ага, гадись. Ну, разумеется, как мы сказали, будут обновления для режима Warzone. Однако, как я понял, там будут режимы, которые наконец-то будут позволять постоянно воскресать. То есть, наконец-то, я думаю, у нас появится режим, где люди будут именно активно играть, они будут шкериться по углам и кемперить. Мы вот за это вот, в основном, и не любим Warzone. Так что, если действительно будет вот такой режим, который позволит активно играть и, что называется, задействовать объемную карту на всю катушку, то это будет шикарно. Может быть, даже Warzone нас и зацепит, в конце концов. Все возможно. Ну что ж, на этом у нас все. Благодарим вас за внимание. Надеемся, вам видео понравилось. Если да, поддержите наш канал лайком, подпиской. Делитесь видео с комментариями. И просим, поддержите нас. Мы стараемся от души, как можем. С вами были Данил. И Даша. Канал DDPlayers813. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok